С первых минут юные саровчане начали активную атаку на соперников. Воспитанники ХК «Темп» держали оборону, но её было недостаточно. Борьбу большую часть времени вели на их половине. В первом периоде в ворота Кулебокчан залетело шесть шайб. Одну они успели забросить в ответ. Для саровчан это было лишь разминкой. Во втором и третьем периодах спортсмены набирали обороты. Встречи с «Темпом» у Сарова в этом сезоне уже были. Поэтому игрокам хотелось добиться большего результата. Игра была отличная. Было много упущенных моментов. Были ошибки. Можно было сыграть лучше. Когда мы ездили к ним, мы выиграли 5-4. То есть сейчас выиграли лучше. Тут родная площадка. Сегодня на игру приходил мой папа. Поддержка родных и близких с трибун помогла юным саровчанам выиграть со счетом 11-1. По словам тренера соперников, ребята составили хорошую конкуренцию. Играли слаженно. Хочется поздравить команду соперников за игру отличную. Молодцы мальчишки. То есть у нас объективные причины. 10 человек играет, трое человек 10-го года, а остальные мальчишки в основном 12-й год. Из-за этого результат физически не успеваем. Пока работаем на перспективу. В турнирной таблице первенства Нижегородской области среди юношеских команд 2010-2011 года спортсмены нашего города занимают вторую строчку. Первую игру второго круга саровчане проведут 19 февраля с флагманом из Навашино. Дарья Козина, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей. Саров, 24.